Ольга Романова 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 решениями немецкого суда. Поэтому Красиков пока остается в Германии, но у нас, конечно, давление довольно сильное. Давление довольно сильное. Но мы еще с вами, я думаю, увидим обмены, потому что с той и с другой стороны очень много заложников. Очень много заложников. Оль, кто читал, я думаю, наши зрители, многие читали историю жизни Бута. Он, конечно, личность чрезвычайно колоритная, но с одной стороны о нем сказал, Бернс назвал его подонком, как мы знаем, глава спецслужб Америки, таким конченным, отъявленным подонком. С другой стороны, говорят, что он знает 10 языков, что он лингвистически очень одарен. Но самое главное не это. Меня вот интересует, смотрите, он торговал оружием с кем угодно, с Талибаном, с Аркайдой. Для этого человека нет моральных никаких ограничений. В то же время он, в отличие от Пригожно, читал книжки. И вот вопрос. Вот сейчас, когда Пригожно могут признать, там, я не знаю, Вагнер террористическая организация, Пригожно, соответственно, главным террористом, не может ли быть такое, но это, в общем-то, знаете, в порядке бреда, предполагая, что они сейчас избытно будут делать, избытно, вернее, будут делать какого-нибудь руководителя, какой-нибудь ЧВК, который они сейчас будут плодить в больших размерах, потому что Путин дал распоряжение, как говорят, еще создавать ЧВК, кроме Вагнера, кроме Пригожинской этой истории, которая себя скомпрометировала уже довольно сильно. Мне кажется, что ваши предположения самые смелые, к сожалению или к счастью, имеют обыкновение сбываться. А то, что касается российских властей, то тут, я думаю, все что угодно может быть. Надо сказать, что до сих пор, до сих пор, вот эти обмененные граждане, они всегда играли большую роль в российской политике. Вспомнить Анну Чапман, шпионку, из которой делали-делали через звезду, но не доделали, потому что совсем, какая страна такие шпионки, она была просто тупая. Потом Марина Бутина, которая там сидела в американской тюрьме, и тоже там был сексуальный скандал, она теперь в Госдуме. И тоже мы видим ее замечательные умственные способности. Летчик Ярошенко, который был поминен весной этого года на американца-молодого Тревора, который тоже взяли в заложники, я сейчас посмотрела, он уже сейчас очень близок к политике и комментирует со всех сторон какую-то замечательную новость про Бута, который просто царь и бог, и все на свете. Надо сказать, что Летчик Ярошенко был взят за перевозку наркотиков в огромных размерах. И именно по этому поводу он сидел в США. Если учесть, что Бут у нас герой боевика, который все-таки Абаешко Кейш, хоть и не самый талантливый актер, но Абаешко. Широко его показывали в России. Извините, вот это не по делу реплика, но я помню, что я как-то так тосковала во время этого фильма, с трудом досидела, мне показался интересным. Ну, как и любые фильмы Кейджа, но есть любители. И эти роскошные тараканьи усы и такая брутальность, ну, как не быть востребованным в нынешней русской политике, да еще и такой безусловный антиамериканизм. Тут объяснять причины, конечно, не надо. И очень хорошее знание о военных реалиях. При этом действительно цинизм. И он, конечно, он, конечно, очень долго сидит в тюрьме, 12 лет это 12 лет, но каким-то символом в российском парламенте, в российской политике, в российской армии, но не в вооруженных силах, а вот действительно ЧВК, он быть может. И я думаю, что Пригожин сейчас самое время нервничать конкуренту. Я тут, Олю, послушала пару, пока ждала вас, послушала пару экспертов относительно Бута. Ну, некоторые говорят, да что, 12 лет прошло, вот так же, как и вы, он уже не знает рынок, уже многое поменялось, иных уже нет, а те далече поменялся, и как бы само оружие поменялось, которым торгуют и так далее. Но я думаю, что человек его талантов, да, то есть у него же коммуникационные таланты очевидно есть какие-то, если он мог договориться об обмене, например, известен же случай, когда его летчиков с оружием Талибан задержал, арестовал у себя, держал месяц там или полтора, и он с ними договорился, он с ними договорился через министр иностранных дел Афганистана. Ну, то есть этот человек может проникать везде, да, поэтому, мне кажется, с такими талантами, как это говорится, и на свободе, на свободе он может со многими договариваться и узнать, что такое рынок и кто теперь торгует. Мне кажется, для него это не составляет сложности, а в отличие от Пригожина, который только для внутреннего борща и для внутреннего употребления, он как раз может быть тем человеком, который может для России собирать оружие, которое сейчас очень надо, очень надо. Полностью согласна, тем более, что он не гимнаст, не гимнастка, он не... И даже не танцор диска. Да, никак не связан с физическими кондициями. У меня такое ощущение, что еще и он и в тюрьме мог обзавестись вряд ли полезными связями, но, по крайней мере, полезными знаниями для себя, то есть полезными для черного дела. И тут, что называется, руки помнят. Этот навык не уйдет. Да, да, это безусловно. Ну и еще одна новость не по теме. Я помню, что вам уже скоро нужно выходить из эфира. Одна новость не по теме. Сегодня лидер «Новых людей» Алексей Нечаев прокомментировал возможное выдвижение Кудрина на президентские выборы в 24-м году. Он сказал, что это возможно. Что это такое? Нет, это заигрывание, это заигрывание хоть чуть-чуть западом, какая-то надежда на людей, которые все-таки боятся ускоренной маргинализации. Это такая вот морковка, которая, в общем, давно-давно устухла. И возможно, возможно, это такой новый плюшевый Медведев, надежда, но этого уже всего не будет. Выдвигайся, Кудрин, не выдвигайся, Кудрин. Я не понимаю, кого это может обмануть. То есть мы увидим снова какую-нибудь сплоченную связку Кудрин, Собчак, еще какая-нибудь парочка псевдолиберальных поэтов, писателей, интеллигентов и, собственно, все, таких вот неразборчивых, кто там обычно к Собчак прикладывается и к Кудрину, так это все и будет. Не хочется обижать Ксению Анатольевну, потому что это ни в коем случае не о ней, но, по-моему, эта лошадь все-таки сдохла, да, все Собчак, Кудрин и так далее. И вся эта вообще компания. Да, 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 то есть у вас как-то с вами, да, лошадь сдохла, морковка стухла. Да, смотря, Оля, Оля, еще буквально, я смотрю, у нас еще немножко времени есть, поэтому пора спрашиваю вас, вот этот скандал с дождем, который никак не утихает, я думала, что он уже утих, но сегодня журналист дождя, который, собственно, с которого все началось, я помню, что его зовут Алексей, он написал какой-то совершенно безумный пост, я посмотрела его твиттер, что вот если бы, а что радоваться, что наши парни гибнут, типа, вот если за три дня бы взяли Киев, то и не пришлось бы радоваться, но что такое, я чуть со стула не упала, думаю, ему надо тихо посидеть в норке пока что, а он вдруг выступил с таким бредом, понимаете, и эта ситуация становится все более какой-то патологичной, я посмотрю, Синдеева сказала, написала у себя, что кризис очень, ну, как бы сильный, и она будет принимать решение, какое она скоро скажет. Вот когда, когда украинцы обвиняют, как нам кажется, всех русских подряд в имперскости, мне кажется, вот этот случай, когда приходится соглашаться, что вы правы, вот эта вот имперскость, она есть, и в тех, за кем, казалось бы, мы не должны этого видеть, нет, ну что, вот, да, даже за Украину, конечно, за Украину, но она вылезает, все равно вылезает, она глубоко, она в нас глубоко, она у нас глубоко, и я себя ловлю иногда на этом, да, я не знаю, что с этим делать, надо растить новые поколения, надо растить новые поколения, у которых этого не будет, конечно, ждать поражение России в этой войне, всячески помогать Украине победить, потому что только тогда, только тогда мы избавимся, мы избавимся от своего собственного величия, совершенно ни на чем, ни на основанном, и откуда, собственно, проистекает нынешний русский фашизм. Ну, да, я думаю, что нынешний русский фашизм проистекает из 20-х и 30-х годов, поскольку он не был уничтожен тогда, он расцвел пышным цветом, сейчас он должен был расцветить, это было неизбежно, вот, мне кажется, что это было неизбежно, но вот русский фашизм, и еще один вопрос, и уже тогда расстаемся, я читаю Осечкина, вот последняя посты, он говорит о том, что у него собран материал, который сделает Пригожина, уже упомянутого нами сегодня, но просто человеком невозможным для общения практически, что Путину придется, как он написал Осечкин, оправдываться за своего человека, что там происходит, какие там расстрелы, что там вообще происходит среди вот этих вот зэков, которые якобы служат в армии, не представляю себе, как они могут служить, но они как-то служат. Нет, они не служат, они наемники, это наемничество за деньги, которое запрещено, даже законами Российской Федерации, наемничество запрещено, тем не менее они это делают. И дело в том, что Пригожин обещает, когда приезжает в зону, обещает, что он будет проводить несудебные казни. Он говорит, что расстрел на месте за попытку дезертирства, за попытку сдачи в плен, за употребление спиртного и наркотиков, и за сексуальные связи, кого с кем не уточняет. И опять же, заключенные, такое ощущение, что они это слышат, они слышат только пряники, а порхнутые они не слышат. И они считают, что это игра такая, что это понарушку, что это как компьютерная стрелялка, что все это не по-настоящему, и течет там клюквенная кровь нарисованная, и когда они попадают туда, видят, что да, расстреливают, да, расстреливают в лучшем случае, а вообще, конечно, кувалды по голове, просто мазжат голову всем, кто недоволен и пытается. Но дело в том, что про это Путин знает. И я думаю, что Осечкин имеет в виду какой-то другой материал. Я думаю, что это будет материал, я так думаю, который мы действительно все не ожидаем или наоборот очень ждем, как раз связанный с, так сказать, статусом самого Пригожина. Как известно, несколько воров в законе, один из них, такой Саша Кураре, рассказал очень многого про Пригожина, про его место в тюремной иерархии, самое низкое. И это, в принципе, важно и для самих заключенных, и, извините, для Путина. Путин живет по тюремным законам, по тюремным понятиям. И мы это прекрасно понимаем. Он нам это говорил 22 года, что он живет по понятиям. И прекрасно понимаешь, что тогда он Саша Квариной. И это серьезно. Ну да, Саша, скажем для зрителей, что Саша Курара, это вот тот человек в наколках, который лежал, рассказывал о том, что Путин, вернее, господи, Путин, видите, оговорка по Фрейду, Пригожин в зоне, ну, был, как это называется, петухум или что-то в этом роде, да? Я не очень разбиралась в этом. И что ему никто не подавал руку, он занимал действительно самую нижнюю ступень тюремной иерархии. Поэтому я думаю, что Путину показали это все. И он сейчас думает, что с этим делать. И вот как раз Буту, он как раз очень кстати. Очень кстати. Такой мужчинский мужчина, да, такой. Абсолютно такой, как он любит мачи-мачи. Пожалуйста. Ну да, человек его в вкусе. Ольга, спасибо большое. Огромное спасибо. Да. Спасибо, что сегодня прям очень кстати. все. И спасибо за поддержку Украины и за любовь к Украине. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова